Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в подготовку к празднованию 75-летия Победы, в том числе и в мероприятия по благоустройству территорий возле мемориальных комплексов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. При этом не забыты меры предосторожности, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой. В отличие от прошлых лет, в этом году работники коммунальных служб не привлекают к помощи молодежь, но это не отразилось на качестве работы. Мы подготовили репортаж из города Калязино Тверской области о том, как там были проведены работы по подготовке мемориала к юбилейной дате. Для каждого жителя Калязино Парк Победы — святое место. Здесь расположен обелиск славы, установленный в память о калязинцах, участниках Великой Отечественной войны. Каждый год здесь проводят самые важные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Великой Победы. Несмотря на то, что все массовые акции торжества в этом году отменены, в администрации города заверили, что достойное состояние мемориальных комплексов обязательно будет обеспечено. Проводим здесь субботник, убираем все ферристики, готовимся к Дню Победы. Планируем День Победы небольшими группами возложить, отдать память нашим памцам, предкам. На сегодняшний день калязинцы уже покрасили обелиск славы, обновили тематические стенды, очистили территорию парка от мусора, убрали сухую листву и траву. А еще посадили около ста кустов сирени. Таким образом, жители Калязина внесли свою лепту в проведение всероссийской акции «Сирень Победы». Жаль только, что школьникам не удалось принять участие во всех мероприятиях, рассказывает Константин Ильин, глава района. Мы на уборку парка привлекали школьников, детей, не только ради того, чтобы не было убраться в парк, а для того, чтобы их тоже привлечать к труду. Это очень важно, чтобы наши дети не чурались всякого труда. В связи с тем, что у нас сейчас школа не работает на карантине, дети на дистанционном обучении, мы, конечно, детей не привлекаем, поэтому благоустройство, уборку парка производим силами администрации Калязинского района. Как сообщили наши коллеги, из Калязина торжества и акции в честь 75-летия Победы в их городе все же пройдут, но в режиме онлайн. И жители Калязина используют все возможные форматы и идеи. Так, специально для детей и участников Великой Отечественной войны при поддержке администрации района подготовлены именные поздравления. Открытки с символикой юбилея Победы. Доставку конвертов берут на себя волонтеры, которые надеются, что это будет самый теплый и искренний подарок для ветеранов.